Сели редком да поговорили лотком. Именно так до недавнего времени проходили вечера жителей Вахитова 31А. Пока эту идиллию не нарушили коммунальщики. Теперь на шесть подъездов скамейка осталась только одна. И это при том, что 80% жильцов это люди преклонного возраста. Скоро будет месяц, как бабушки и дедушки во двор выходят, прихватив из дома табуреты или подушки. А иначе никак стоять долго сил у пожилых людей нет. Вон сидим ночёк. Ноги-то у меня не ходят. Зачем вырвали? Мы пенсионерки. Выйдем, посидим хоть маленечко. Сделаю, звоните каждый день. Ну, о чём мы звоним? Да, сами, да. Так и говорят. А вы вот звонили? Да, сколько раз звонила. Что говорят вам? Да ничего не говорят. Сделаем, сделаем. Я раза два или три звонила. Вот так и сидят. Одни прямо на крыльце, другие облюбовали детскую песочницу, третьи вообще перестали выходить на улицу. Отцу 90 лет, участник, ветеран. Вот 90 лет был, даже приходили, поздравляли. Очень такой позитивный человек. Но прогулка для него очень важна. Он ходил на улице, сидел на лавочке и приходил такой на позитив. Сейчас он не выходит, потому что он устает, стоять не может, далеко идти боится. И у него день получается, он каждый день смотрит и не выходит. Отсутствием скамеек возмущён весь дом. Все понимают, коммунальщики убрали их, чтобы заменить на новые. Не поймут люди одного, почему все благие дела делаются через пень-колоду. Неужели нельзя было производить работы одномоментно, демонтировать старые и тут же устанавливать новые скамейки? Этот вопрос мы переадресовали в управляющую компанию. Так и было запланировано изначально. Вначале, когда мы заказывали эти скамейки, сроки обговаривались, соответственно, поставщикам. К сожалению, он ссылается на большой объём работ и у него прошёл какой-то сбой с оборудованием, с поставкой его поставщиков. И поэтому вышел такой неприятный инцидент. Проблему с поставщиками управляющая компания уже урегулировала. Новые, более удобные и практичные скамейки с урнами обещают установить уже к концу этой недели. Если точнее, к пятнице. Наталья Лушникова, Марсель Джураев, Новости НТР.